Альметьевск А у нас во дворе с 1 июля стартует всероссийская сельскохозяйственная перепись Работа предстоит кропотливая, ответственная, потому что мы с ней справимся Если поспешить, то можно успеть До конца подписной кампании на печатную периодику осталось два дня Ее можно оформить во всех отделениях почтовой связи или через почтальон Проблемы наркомании глазами подростков Какие ошибки допускают несовершеннолетние? Мы стимулируем, инициируем молодежь к тому, чтобы они думали, рассуждали и приходили к верным выводам С 1 июля по 15 августа в стране пройдет масштабное мероприятие Всероссийская сельскохозяйственная перепись Она коснется огромного количества людей, живущих в сельской местности Работающих в аграрном секторе, имеющих подсобное хозяйство А также фермеров, участников садоводческих и дачных сообществ Об этом шла речь на видеоконференции с министром сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Маратом Ахметовым Как Альметьевский район готовится к переписи в материале нашего корреспондента Сельскохозяйственная перепись проходит один раз в десятилетие На видеоконференции специалистам еще раз напомнили об основных правилах поведения при анкетировании Альметьевский район полностью прошел деление на части для подворового обхода На территории нашего района образовано 7 инструкторских участков, из которых 1 в городе и 6 в сельских поселениях Всего у нас подлежит более 18 тысяч домохозяйств переписать Я уже сказал, количество переписчиков 41 Работа предстоит кропотливая, ответственная Думаю, что мы с ней справимся Главное хочу, чтобы граждане наши с пониманием тоже отнеслись Это ни в коей мере не повлечет увеличение налогов, как это обычно бывает опасение Это просто статистические данные, которые будут необходимы для формирования различных программ, связанных с сельским хозяйством Переписчики будут набраны из числа сотрудников управления статистики и представителей сельских советов Сельчане смогут их узнать по специальной экипировке Вот идет так, имеет жилет, где эмблема сельскохозяйственная перепись Надпись РОСТА Также паспорт, удостоверение, кепку и портфель В портфеле находятся все документы по переписи Программа сельхозпереписи в этом году изменена В нее включены новые темы и вопросы Например, будут спрашивать о применении современных методов ведения хозяйства Об использовании телевых кредитов в хозяйстве Для пополнения оборотных средств, приобретения участков земли, сельхозтехники, оборудования, скота и так далее В списке остаются и прежние вопросы Общая площадь, структура угодья Их использование в мелиорации В анкету внесены такие показатели, как занятость людей в сельском хозяйстве Посевные площади сельхозкультур и плодовых садов Не останется без учета поголовье скота и птицы Товарность производства Глава Альметьевского муниципального района Айрат Хайрулин в сопровождении представителей городских служб Сегодня побывал на городском озере и ознакомился с ходом реконструкции Заместитель руководителя исполкома района по строительству Айрат Мухамедзянов Доложил, что работа на территории объекта выполнена на 95% К воскресенью основные мероприятия должны быть закончены После этого на объекте останется выполнить лишь доводочные работы Комиссия обсудила и проблемную часть проекта, а именно качество воды в озере Уже несколько месяцев Департамент экологии района Совместно с Юго-Восточным территориальным управлением Минэкологии республики Плотно занимается этим вопросом Основным источником загрязнения являлись канализационные стоки из поселка Петуховка Как заверили сотрудники экологических служб, в настоящее время жители поселка ведут герметизацию в грибных ям Также на озере были ликвидированы две старые ливневые трубы В связи с ликвидацией негосударственного пенсионного фонда «Стратегия» город Пермь Вкладчикам фонда, проживающим на территории Республики Татарстан Необходимо в срок до 30 июня 2016 года направить требования для включения в реестр кредиторов Телефон горячей линии 8 800 2805 До окончания подписной кампании на второе полугодие осталось совсем немного времени Но газеты и журналы по-прежнему ждут своих подписчиков Редакции периодических печатных изданий советуют любителям периодики поторопиться Несмотря на стремительное развитие интернета Газеты и журналы в их традиционном печатном формате по-прежнему остаются актуальными и востребованными В газетах можно найти оперативную, достоверную и интересную информацию о событиях Которые происходят в городе, республике, стране Поэтому значительная часть читателей предпочитает узнавать новости именно из газет Я хотел бы сказать огромное спасибо, слова искренней признательности тем, кто остается с нами все эти годы Нашим постоянным подписчикам Которые и читают, и приходят, и звонят Очень активно интересуются нашей работой Тем, что мы освещаем, не остаются равнодушными 25 июня подписная кампания на второе полугодие 2016 года завершится Поэтому у тех, кто еще не успел оформить подписку, есть пару дней, чтобы не остаться без своих любимых газет и журналов Подписка на периодические печатные издания на второе полугодие завершается Но ее можно оформить во всех отделениях почтовой связи или через почтальоны Напомним, что на городские и районные газеты «Знамя труда» и «Эльмед Таннары» Можно подписаться еще и в редакции по улице Марджани, дом 82 В этом случае полугодовая подписка обойдется дешевле Сразу две патриотические акции прошли в Альметьевске в рамках Дня памяти и скорби Провел их городской студенческий совет при поддержке управления по делам детей и молодежи Подробности в нашем следующем сюжете Активисты городского студенческого совета на площадке перед молодежным центром провели акцию «Мирное небо» Суть ее в том, что на ватманах, укрепленных на стенде, каждый желающий мог оставить добрые пожелания себе и будущим поколениям Цель акции – сохранить память о подвиге наших предков для будущих поколений Сегодня знаменательный день, это день скорби, памяти и скорби по погибшим в Великой Отечественной войне В связи с этим мы решили провести такую акцию, чтобы в людях оживить добрые чувства, которые у нас есть Все плакаты с пожеланиями будут сохранены и в дальнейшем использованы на различных мероприятиях, посвященных Второй мировой войне Еще одна акция, организованная волонтерами, называлась «Знай наших» Студенты передавали прохожим конверты с информацией об участниках Великой Отечественной войны По виду конверты были стилизованы под фронтовые солдатские треугольники Дело в том, что наша молодежь, нынешнее поколение, не ценит, мне кажется, прошлое, все подвиги наших дедов и отцов И мы хотели, чтобы наша молодежь ценила свою историю, ценила свое прошлое В общей сложности альметьевцам было роздано 700 солдатских конвертов Марина Юрьевна, Алена Минкина, Эльдар Гемаев, Альметьевск ТВ В Альметьевске внедряется дистанционная система учета электроэнергии, благодаря которой значительно снижается показатель ОДН Жители одного из домов по улице Советской уже пользуются системой и вполне довольны Такие же приборы учета установят еще в 84 многоквартирных домах, но только с согласия самих жильцов Чтобы познакомить горожан с новой системой учета электроэнергии, представители компании и подрядчика проводят встречи с жильцами На одной из них побывала и наша съемочная группа Для жильцов многоквартирного дома по улице Тельмана, 58, собрание было организовано вечером Специалисты компании и подрядчика наглядно объяснили все нюансы установки и работы нового оборудования Проинформировали жителей о том, что требуется от них Напомним, установка дистанционной системы учета электроэнергии решает проблему с большим ОДН буквально за одну секунду Все электрощиты устанавливаются на лестничных площадках Они передают показания счетчика всех квартир одновременно и очень быстро Некоторые жители к нововведению отнеслись осторожно Не знаю, надо узнать, пощупать, а как я могу сказать? Ну так вроде заманчиво, но что будет на самом деле, я не знаю Если было, как он рассказывает, то было бы хорошо Однако немало и тех, кто идею поддержал Ну, мне кажется, лучше будет А то ведь ОДН по 250 По 300 Ну, столько не будет, наверное, мне кажется Как зарекомендовала себя система, могут рассказать те, кто уже успел проверить прибор в эксплуатации Некоторые из жителей высказали пожелание, что неплохо было бы встретиться с жильцами первого экспериментального дома В целом, по словам представителей компании-подрядчика, жители поддерживают новшества Для установки необходимо получить согласие двух третей собственников квартир дома Собрание прошло, наверное, половине города Но так адекватно, в принципе, где-то четверть уже восприняло На данный момент пять домов города уже согласились на внедрение То есть мы там набрали больше две трети жителей Как утверждают специалисты, они однозначно относятся к нововведению и управляющие компании Некоторые отказываются сотрудничать с подрядной организацией по установке дистанционного прибора учета Зато остальные вполне за Радик Рахимов Алсуга Таулина, Илька Махмедзянов, Альметьевск ТВ 26 июня отмечается Международный день борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом Накануне представители клуба «Трезвый Альметьевск» совместно с Центром психолого-педагогической помощи несовершеннолетним НУР встретились с воспитанниками подростковых клубов Нефтеграда Что волнует сегодняшнюю молодежь и как она смотрит на проблему наркомании в нашем следующем сюжете В зале подростки возрасте от 12 до 14 лет Несмотря на юный возраст, они много слышали и видели по телевизору Какое действие оказывают на психику человека наркотические вещества Наслышаны и о том, какие наркотики наиболее популярны сегодня Но все ли из них осознают, что наркотики после секундного удовольствия медленно убивают человека Ребятам показали фильм о тех, кто однажды попробовав, не смог остановиться Мероприятия наши не проходят просто в форме беседы или молчаливого просмотра видеофильма Идет процесс обсуждения, задаются вопросы, ждем ответы Мы стимулируем, инициируем молодежь к тому, чтобы они думали, рассуждали И приходили к верным выводам Наркомания начинается с малого – употребление табака и алкоголя Но некоторые ребята утверждают, что наркоманами становятся только после дозы именно наркотика Владимир Фахреев постарался доступно и простым языком убедить ребят, чтобы они не поддавались соблазну Еще он считает, что воспитывать подростков нужно на примерах из жизни реальных людей Рассказать, как они… на примерах тех людей, кто погиб, рассказать обязательно То есть некие страшилки должны быть, чтобы человек знал, как любой потребитель, потенциальный человек должен знать, к чему его вовлекают И предложить ему альтернативу, альтернативный образ жизни – это трезвый образ жизни Тот образ жизни, в котором человек родился, когда человек рождается, он не пьет, не курит, он счастлив И вот трезвым родился, трезвым живет У клуба «Трезвый Альметиск» немало благодарных клиентов Тех, кому они помогли вернуться в реальный мир, помогли увидеть преимущества здоровой жизни Среди них и Алексей В 2009 году я первый раз попробовал наркотики, а в 2010 году из-за наркотиков попал в тюрьму Наши нынешние молодежи посоветовали бы не начинать даже, потому что начать очень легко, а бросить гораздо тяжело Даже они могут думать, что один-два раза попробуй, ничего не случится Хотя это не так, попробуешь один раз и останешься там, возможно, на всю жизнь Не стоит этого никогда пробовать, начинать, все это яд Сейчас Алексей по-другому смотрит на жизнь У него грандиозные планы – завести семью, воспитывать детей Такие наглядные примеры должны стать поучительными для остальных ребят Людмила Воронина, Алса Гатаулина, Илька Махмедзянов, Альметьевск ТВ 24 июня в Альметьевске под эгидой партии «Единая Россия» проводится день бесплатной юридической помощи В качестве консультантов будут участвовать адвокат, нотариус и сотрудники прокуратуры Все желающие получить квалифицированную правовую консультацию на безвозмездной основе смогут проконсультироваться с 8 до 16.00 по адресу Город Альметьевск, улица Ленина, дом 41А, второй этаж, местное отделение партии «Единая Россия» Предварительная запись по телефону 8 8553 45 49 35 Это все на сегодня Уважаемые телезрители, все наши новости и передачи доступны для просмотра на официальном сайте телекомпании Вступайте в наши группы ВКонтакте, Инстаграм, Твиттер, Одноклассники и Фейсбук И участвуйте в конкурсах и розыгрышах А я с вами прощаюсь, всего вам самого доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова